Итак, когда мы говорим о жертве, которую Бог принес Адаму, да, для Адама, для исцеления духовной сущности Адама и покрытия греха, это мы говорим уже о всесожжении. Когда мы разговариваем о жертве, которую принес Авель, да, мы говорим как Минха – хлебное приношение или добровольное приношение. И интересно, что еще назван пророком. Авель назван пророком. В Новом Завете у Луки 11 главе 49 стиха. «Потому и премудрость Божья сказала, пошлю к ним пророков и апостолов, и из них одних убьют, других изгодят». Что же это за премудрость Божья, которая сказала? «Мемра», да? Мы употребляем слово «мемра» – слово или логос, да? «И пошлю к ним пророков и апостолов, и из них казнят». «Да взыщется от рода этого кровь всех пророков, пролитая от создания мира, от крови Авеля до крови Захарии, убитого между жертвенником и храмом». Ей говорю, то есть именно говорю вам, взыщется от рода этого. Ну, кто такой Захария, мы можем спорить, там есть несколько Захарий, и есть до сих пор споры. Ну, откуда же Авель взялся в пророки? Ведь нету ни одного пророчества, которое указывается в Алии, да? Возможно, эта жертва, то, что он произошел, делал, это и есть пророчество, да? Вы понимаете, что кроме Каина и Авеля там было много людей. Во-первых, мы не знаем, сколько было еще у Адама детей, потому что у Адама считалось сколько мужского рода, да? И в Библии, значит, Каин, Авель и Шет употреблены. Но это не значит, что у Адама потом не могло еще быть детей. Да. Вполне, вполне могло быть. То есть, возможно, уже людей было тогда больше, чем Каин, Авель и Адам и Ева. Да. Чтобы вы понимали, употребляются те дети, именно которые, именно в библейском, в смысле, да, ключевые личности. Поэтому, тоже, хотя евреи высчитывают, вот, допустим, по царям и так далее, могут быть поколения пропущенные. Помните, 200 лет где-то, где-то неизвестно, где оказались. Хорошо. Итак, если люди видели то, что он делал, да, и это было реальным пророчеством. Возможно, это же в этом предыдущении была вся семья Авеля, да? Кто знает? Потому что говорят, как же они женились? Они женились на сестрах, да? И одновременно с каким-то сыном рождалась и дочь. Ну, такое есть еврейское предание. И слово «нави», пророк, имеет корень «ба». «Ба». «Ба» означает что? «Прибывать». «Легави» – это «приносить». Значит, корень «ба». И буквально слово «нави» или «наби». «Нави» – это полное название. Государство пророка. «Наби». И оно прибыло, да. Значит, то есть «нави» – это «приносящие» или «приходящие» или «пришедшие в силе». «Нави». Потому что, видите, здесь употреблено ют, извиняюсь, ют посередине. «Нави». 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 Ют посередине. «Нави». То есть пророк – это кто? «Приносящие, приходящие в силе Господа». И он говорит слова от имени Господа. «И сказано, верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Ею получил свидетельство, да. То есть верой получил свидетельство, пройдет, как засвидетелил Бог Адарайя. Ею он и по смерти говорит еще. То есть он говорил, как Бог, да, и по смерти говорит еще. Верой или доверией. И мы не знаем, было ли конкретное откровение, да, что нужно было сделать так. Может быть, он просто сделал по образцу, так, как ему рассказывал Адам, то, что происходило, жертвоприношение в Ган-Эден. «Написано, что на Акаре, на Абелях, на Даре, на Даре, а там даже Минхам». «Минхам», но говорится, из первородного, от животных. А первородное… Ну, извините, как тух можно сделать, да, если не разодрать животное? Раз он принес от туха их, да. Ну, я еще раз говорю, у хасидов там есть такие заморочки, что три года было ривки, и она поила верблюдов. Вот, так что не все вы читаете, что там пишут, да. Я думаю, чтобы принести от животного, от туха их. Тух – это животное где находится? Во внутренности, да? Он не висит где-то снаружи, а то можно шерсть, допустим, состричь. Для того, чтобы тух, нужно обязательно животное убить. Я так понимаю. Может, у кого-то другие понимания? Пожалуйста. Тогда большое чудо произошло. Хорошо, следующее у нас Ной. Ной. И вот интересно, что Ной был вегетарианцем, правда? До того, как он получил повеление от Господа, что можно кушать все, что движется, почему же одни животные были взяты по паре, а другие взяты по нескольку пар? Заметьте, в одном месте там сказано, каждое животное по паре. Но есть у нас Бытие, 7 глава, 2-3 стих. «И всякого скота чистого возьми по семи, мужского, пола и женского, а и скота нечистого по два, мужского, пола и женского. И также и птиц небесных по семи, мужского, пола и женского, чтобы сохранить племя для всей земли». Почему же одни животные и птицы оказались только по два, а другие можно было взять по семьи? Как вы думаете? Значит, уже было какое-то разделение на кошерных и некошерных. Хотя, ну я еще раз говорю, вы понимаете, Библия – это не есть ответы на все ваши внутренние вопросы, какие у вас могут возникнуть. Знаете, один человек может задать столько вопросов, что и сотни умных не ответят. Да? Но мы можем размышлять. Значит, какое-то разделение на кошерных и некошерных животных было тогда? Вот. Видите, определенная часть была взята чистого и нечистого, кошерного и некошерного, да? А птицы? Птицы в большинстве считаются все-таки кошерными. И Ной и его семья до окончания потопа были вегетарианцами. То есть, уже заранее Бог предусмотрел, что будет приноситься жертва. «И устроил Ной жертвенник Господу» – Птия 8 глава, 20 стих. «И взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение на жертвенники». То есть, здесь было не только одно животное, да, но из всякого рода чистого и из птиц чистых. «Принес Ной на жертвенник». Меня не знаю, сколько он животных принес. «И устроил Ной жертвенник Господу и взял из всякого скота чистого и из всех птиц чистых и принес во всесожжение». Опять-таки, мы можем думать, сколько он животных и птиц положил на жертвенник. Ну, дальше, помните, говорится о семи заветах, о семи митцводах, заповедях. Это Бытие 9 глава с 1 по 10 стих. Седьмая заповедь там явно не указана о том, что нужно делать суды, вот. Но это логически вытекает, потому что люди склонны к нарушению законов, правда? И нужно делать суды. А так, что нельзя кровь кушать и так далее, убивать. Смотрите, взыщу со всякого зверя кровь вашей, взыщу даже душу человека от руки человека и от руки брата его и так далее. То есть, там есть, как говорят, «Шеве митцвод ней ноах». Сейчас мы об этом не будем говорить подробно. Для нас что важно? Прежде всего, какой целью была совершена жертва? Прежде всего, это была жертва за грех. Ну, Ной был праведником. Бог ему не говорил конкретно о грехе, да? Значит, как жертва всесожжения, я думаю, для того, чтобы приблизиться к Богу, да? Так, здесь выписывайте. Первое. Вторая цель. Это что? Жертва благодарности. Я думаю, что это основная цель. Жертва благодарности. И третья цель – это примирение. Примирение. Потому что был заключен Новый Завет. Да не будет более истреблена всякая плоть, да? Водами потопа и не будет уже потопа на опустошение земли. Сейчас многие показывают фильмы о конце света и сами не знают, что показывают. Недавно я смотрел фильм. Там какие-то искали жезл Моисея, который передал ему какой-то фараон. Ну, там уже заскок. Земля стала тонуть, и Ватикан там этим искателям сокровищ дал задание. Найти такой жезл. Люди не знают Писания. Мы не потонем. Но мы все сгорим. Вы знаете, что в 2021 году приближается уже, комета придет на Землю. Будет это та конета или другая? Вопрос не в том, будет или не будет, а вопрос в том, когда это будет, да? И все на Земле сгорит. Так что не волнуйтесь. Но от потопа уже больше не будет. Да. Итак, да уж, свежение будет хорошее. И было Аврааму 75 лет, когда он ушел из Хорана. Взял с собой Авраам сарай, жену свою, лота, племянника своего, и имущество, приобретенное ими, а также души, созданные или сделанные ими в Хоране. И вышли, направляя страну Кнаан, и пришли они в страну Кнаан. И прошел Авраам по стране до места Шхема, до Элон-Маве. А Кнаан был тогда в той стране. И открылся Бог Аврааму и сказал потомству-то ему, отдам я эту страну. И построил Авраам жертвенник Богу, открывшегося ему. Итак, первый жертвенник какой? Мы проходим путь Авраама. Каждый верующий проходит путь Авраама. И жертвенник Богу, открывшемуся ему. Когда Бог открывается нам, это что? Когда мы принимаем Ишуа в свое сердце. Это жертвенник. Это жертвенник. Богу, открывшемуся. Да? Хорошо. Видите? Иоша бен Нун, Иисус, наверное, 24 глава. И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилеву, за рекой жили отцы ваши издревле, Фара, или Терах, отец Авраама, и отец Нахора, и служили иным богам. Но я взял отца вашего Авраама из-за реки, и слово еврей, это значит переправившийся, да? И водил ее по всей Хананской, земле Хананской, размножил семью Эдов, и дал ему Исаака. Итак, видите, начались из семьи идолопоклонников. Но семья идолопоклонников становится народом Божиим. И первый жертвенник Авраама, это жертвенник Богу, который открывается. Второй жертвенник. 12 глава, 8 стих. «Затем двинулся он оттуда, в горы восточнее Бейт-Эля, и раскинул там свой шатер. Бейт-Эль с запада, а Гай с востока. И построил там жертвенник Богу, и стал называть имя Бога». Видите, Бейт-Эль что означает? Имя Божие, да? Вот, Бейт-Эль с запада, а Гай с востока. А Гай с востока. Ай, Ай, это что? Ай-яй-яй, Ай-яй-яй, да? Да. Вы знаете, Ай-яй-яй, но и по-японски Ай-яй-яй. Потому что Итай означает иголка, Итой означает болит. Нет, наоборот, Итай болит, а Итой – иголка. Вот если уколешься, да? Скажешь «Ой». А если болит, скажешь что? Ай. Вот так. Хорошо, Ай. Ай, Ай, почти не слышится. Получается Ай. И если мы помним путь Егоша Бен-Нун, когда ходил Егоша Бен-Нун, он как-то шел, да, вот как вроде Авраам. И сначала у нас он ходил, помните, был город, который разрушили. Как он назывался первый? Ерехон. И он был очень быстро разрушен без единой человеческой жертвы со стороны евреев. А затем был маленький-маленький городок. Да? Там всего было в этом городе, там полторы тысячи человек. Можете себе представить? И евреи там получили поражение. Да? Удивительно. Удивительно. Евреи завоевали всю Одессу. Да? Вот. Но Александровки получили сокращительное поражение, идя в сторону Ильичевска. Да? Представляете это? Вот как можно сравнить? Если по масштабам. И Ай – это горе. И вот видите, от горя, а следующий город на запад, если двигались с востока на запад, то как встретить город Бейт-Эль? Итак, это переход от горя к чему? К Дому Божьему. Переход от горя, от несчастья, и мы идем в Дом Божий. Да. И второй жертвенник, получается, жертвенник хождения перед Богом. Потому что, сказано, да, значит, Бейт-Эль с запада, Гай – с востока, и построил там жертвенник Богу, и стал взывать имя Бога. И отправился в путь Авраам, двигаясь дальше к югу. Значит, он сошел с востока, да, прошел от, вот дорога, видите, Аврааму. Пошел с востока, шел с востока на запад. Да, потом он куда повернул? К югу. И дальше он уже пошел в югу. И таким образом, значит, отправился путь Авраам, двигаясь дальше к югу. Авраам шел с востока на запад, потом повернул на юг. И это был жертвенник хождения перед Богом. Третий жертвенник. Был голод в стране. 10 стих 12 главы. И спустился Авраам и Египет, чтобы пожить там, ибо голод в стране к нам был невыносим. Видите, спустился. Ле коль Аллах ешь ереда. Ле коль ереда ешь Аллах. На всякий подъем есть что? Спуск. На всякий спуск есть что? Подъем. И всякое движение из Израиля это что? Спуск. А старое, всякое движение в Израиль это подъем. И что же случилось? Он был в стране язычников, потом поднялся в Израиль. А потом спустился в Египет. Он приносил жертву Богу в Египте. Мог он приносить в стране язычников, живя среди... Там помните, что происходило с женой его, с Мараоном. Я сейчас не буду улыбляться. Приносил он хоть одну жертву в Египте. Нет. Чтобы принести жертву, он должен был обратно подняться, да? Вернуться из Египта, подняться в Эрецклан. И поэтому третий жертвенник, видите, тринадцатая глава, третий и четвертый стих. «И двинулся он переходами своими от Негева до Бейтеля, опять вернулся Бейтель, да? Между Бейтелем и Аем был жертвенник, до места, где он расположил свой шатер первоначально, между Бейтелем и Аем». То есть он пришел точнёсенько на то же самое место, да? Из которого он ушел. Да? У нас такое бывает? Правда? Постоянно у нас бывает. И мы возвращаемся, восстанавливаемся. У нас пуск, потом мы понимаем, что что-то не так, и мы опять приходим к Господу. И жертвенник получился на том же самом месте. Бесту жертвенника, который он устроил там прежде. И возвал там Авраам во имя Бога. Он возвал, это написано в 12 главе, и то же самое он сделал обратно, придя. И когда мы идем туда, а потом идем обратно, билет в оба конца, как называется? Тшува. Помните? Тшув. Возвращаться. Значит, что же сделал Авраам? Совершил тшуву. Тшува – еще покаяние, обращение. Вы знаете, да? Итак, первый жертвенник – это когда Бог открывается нам. Второй жертвенник – это хождение перед Богом. Третий жертвенник – это жертвенник тшувы. Третий жертвенник – это жертвенник тшувы. И вот после этого уже идет интересный такой отчий жертвенник. Это 15 глава. После всех событий было сказано Богом Аврааму во время пророческих видений. Просто видений. А пророческое – это в кавычках. Не бойся, Авраам, я защитник твой. И воздаяние тебе безмерно. Не бойся, Авраам. Это откровение Бога. И сказал Авраам, Господь Бог, что ты дашь мне? А я бездетным умру. И домоправитель мой – это Елизар из Дамаска. Елизар был усыновлен. Некоторые говорят, что даже Елизар женился на дочери Авраама. Вы знаете, что у Аврааму было много дочерей? И у него не было проблемы с дочерьми. У него была проблема с кем? С сыном, да. С сыном была проблема. Так. И сказал Авраам, ведь ты мне не дал потомка, и вот мой домоправитель наследует меня. И вот слово Бога его. Нет, наследником твоим этот не будет. Этот не будет. Это интересно, когда мы подчеркиваем. Но прямой потомок будет твоим соседником. И вывел его наружу, и сказал, взгляни на небо и сосчитай звезды. Сумеешь ли их сосчитать? И сказал, столь наочисленным. Наочисленным это тоже нету, это пояснение. Будет потомство твое. И поверил Богу, сочтя это милостью. Или поверил Богу. Здесь есть поверил Он Богу, но слова Он в оригинале нет. Поверил Богу, сочтя это милостью. Или, как у вас это, как написано, поверил Авраам Богу, и это вменилась ему, праведность. Интересно, что праведность и милость, в данном случае, синонимы. Да, и сказал ему Бог, я Бог, который вывел тебя из ура Коздимского, отдать тебе во владение эту страну. Но Авраам сказал, Господь Бог, как узнаю, что буду я ей владеть? И сказал ему Бог, возьми мне трех телец, трех коз, трех ягнят, а также взрослого голубя и голубенка. А у вас как там? Горлицу. Да? Горлицу. Да. Или трехлетний, или шалош, понимаете, слово три. Три. Значит, здесь, получается, три телецы, трех коз и трех ягнят, а также голубя и голубенка. И взял он для Бога всех этих, и рассек их посередине, положив одну половину напротив другой. Но птиц не рассек. Слетел коршун на туши, но проголол его с них Авраам. Там у вас просто птицы, да? Хищные птицы. Была там одна птица или много, мы не знаем. И было солнце перед заходом. И сон напал на Авраама. И вот ужасное, черное, огромное наваливается на него. И сказал Аврааму Бог, знать ты должен, что пришельцами будут потомки твои в чужой стране, и будут рабами, и будут угнетать 400 лет. Но также народ, на который они будут работать, будет мною судим. Затем потомки твои уйдут оттуда с великим достоянием. Ты же в мире придешь к своим предкам, доброй старости будешь погребен. А четвертое поколение вернется сюда. Ибо тогда лишь переполнится чаша грехов Эмарея. И вот, когда солнце зашло и стало темно, словно дымящаяся дымящаяся печь с пылающей в ней огнем, прошла меж половинкой туч. Да? Туч. И в тот день заключил Бог с Авраамом союз, говоря потомству, то ему отдал эту страну от реки Египетской до Великой реки, реки Прат, земли Книгзеев, и так далее, Хатеев, и так далее, и так далее. Хорошо. Видите, еврейский мидраж. Что же собой представляли эти жертвы? Три тельца. Значит, первый, телец, приносимый в жертву на ее кипур, символизирует. Дальше. Второй, жертва в том случае, когда еврейский суд неверно истолковал Галаху, еврейский закон. И третье, телку в еврейской Библии или, как мы говорим, телецу, да? Да. Которые приносили жертву в специальном случае, если было что-то прикосновение к нечистому, да? Нечистоте. Три козленка представляли двух козлов, приносимых жертву Гошему на емкий пур, и третье, это козла, приносимого отдельным человеком жертву за свой грех. Три барана представляли жертву, приносимую человеком, наверняка знающим, что он согрешил, жертву, приносимую человеком, сомневающимся в том, что совершил пригрешение, мы будем говорить об этих жертвах, и третье, ягненка, приносимая жертву за пригрешение, совершенное отдельным человеком. Помните, что крупные животные были разрезаны, да? А птицы не были разрезаны, потом поговорим, что означает эта символика. Итак, здесь Бог что сделал? Четвертый жертвенник, жертвенник рассечения, да? Бог заключил завет, да, значит, бытие, мы говорили, пятнадцатая глава, с начала главы до двадцать первого стиха. Четвертый жертвенник, жертвенник рассвещения. И будем говорить о символике, мы тоже себя рассекаем, посвящая Богу. Значит, четвертый жертвенник, какое? Рассечение или посвящение себя Богу. Так, пятый, пятый жертвенник, шестнадцатая глава, второй стих. Сказала Сарай Аврааму, вот, послушай меня, пожалуйста, удерживает меня Бог от рождения детей. Какой Бог? Сидит и удерживает. Так, сделай милость, войди к служанке моей, возьми, будет у меня потомство благодаря этому. И согласился Авраам с тем, что сказал ему Сарай. И тут делал Авраам жертвенник или не делал? Вопрошал он или не вопрошал Бога? Мы не знаем, но, скорее всего, он не вопрошал. Правда? Но, когда ошибка, так сказать, обнаружилась, да, семнадцатая глава говорит, «И было Аврааму девяносто лет и девять лет». Девяносто девять лет. «И открылся опять, открылся Бог Авраам и сказал ему «Я Бог всемогущий, иди предо мною и будь совершенным, и создам я союз между мною и тобою». Ну, ведь уже был договор заключен, брит. Какой же еще новый союз? «И сделаю тебя народом многочисленным безмерно и необычайно». «И упал Авраам да Ницц и заговорил с ним всесильный и сказал «Вот, я вот тебе мой союз, станешь ты отцом многих народов и не будешь называться именем Авраам, а Аврагам будет имя твое, ибо отцом многих народов сделаю тебя». Видите, здесь произошло изменение имени Авраам на Аврагам, а Сарай на Сара. Новое имя это новая природа, да? Авраам был с Богом, но здесь произошло нечто еще более особенное. И я размышляю, назвал это жертвенник как жертвенник духовного обрезания, потому что после того, как родился Исхак, что сделал Авраам? обрезал, да? Жертвенник духовного обрезания. Жертвенник духовного обрезания. Шестой жертвенник, 21-я глава, да? 33-й стих. 33-й стих. И посадил Авраам в сад Биершеви и стал провозглашать там имя Бога, Владыки Вселенной. А до этого, что он не провозглашал? Откуда же взялись от души, которые он приобрел к Наане? Провозглашал, правда? Но здесь было нечто особое. Это было такое провозглашение, которое было в свидетельство всем людям, которые жили к Наане. К Наане, кстати, благочестивые жили люди. А? Да, получается, что неблагочестивые, правда? Неблагочестивые люди. Неблагочестивые люди. Но, видите, это жертвы провозглашения имени Бога, жертвы полноценного служения. И он уже этим нечестивцем провозглашал, и тот, кто хотел присоединиться, тот спасался, правда? Можно сказать, евангелизации. Жертвы евангелизации. Жертвы провозглашения Бога. Это жертвы полноценного служения. И седьмой жертвы жертвы пожертвы Акедат Ицхак. Мы знаем, да? Мы особо отметим. Это жертвы, жертвы, которые принес он своего сына. То есть, самое даровое. Это после его уже не остается ничего. Своё Я принес полностью, да? Не только в прошлом, но и в перспективе будущего. И это жертвенник уже полного духовного совершенства. Ибо почему-то Бог говорит, что Авраам до этого был несовершенным. Но после этого, да, он стал совершенным. Итак, семь жертвенников. Первый жертвенник, когда Бог открывается нам. Второй жертвенник хождения перед Богом. Третий жертвенник это жертвенник Чувы. Четвёртый жертвенник жертвенник рассечения, полного посвящения себя Богу. И это запоминает сораспятие с Мессией. Пятый жертвенник жертвенник духовного обрезания. Шестой жертвенник полноценного служения Богу. И седьмой жертвенник это жертвенник духовного совершенства. Седьмой жертвенник это жертвенник духовного совершенства. Да. То есть, видите, Авраам верил Богу. И эта вера с каждым разом, да, она все больше и больше, и с каждым образом эта вера повышалась. Да? Повышалась, да. Повышалась. Вот еще интересные вещи, которые напоминают нам. Помните, мы говорили, что дьявол-обезьяна Бога, или что языческие народы тоже совершают некоторые жертвы, похожие на жертвы Богу, да? Чтобы представить себе, каким же вот это было жертву рассеченных народов, я взял книжку Фрезер «Фольклор в Ветхом Завете». И вот что я нашел. Из книги пророка Еремии мы знаем, что согласно существующей обычаю, стороны, заключавшие договор, разрезали пополам теленка и проходили между половинами. Что такова была обычная форма сделки в подобных случаях, подтверждается еврейским выражением «заключить договор», которое буквально означает «орезать договор». У греков было выражение «орезать клятвы», то есть произносить клятвы, заключать договоры. Когда Агамимнон собирался после Трои, парализаций колхаз заклал Борова на городской площади, разрезал его на две части и положил одну к западу, другую к востоку. И каждый воин с обнаженным мечом в руке проходил между обоими частями Борова. Причем лезвие его меча смачивалось кровью животного. Все, которые заключали военный союз с Агамимноном, они проходили между этими животными. Похоже на то, что происходило Авраамом и Богом? Так греки клялись хранить вражду к Приаму. Грек, приносивший клятву, если не проходил между частями жертвы, иногда он наступал на них ногами. Так перед судом Ариапага в Афинах обвинитель давал клятву, становясь на части Борова, Барана или Быка, которые перед тем приносили жертву определенными лицами. В Олимпии находилась статуя Зевса, бога клятв. И перед начальством Олимпийских игр борцы, их отцы и братья, а также тренеры, стоя на частях разрезанного Борова, клянились в том, что не будут прибегать во время состязания к нечестным средствам. Интересно, да? Резали свинью, становились на нее ногами, а потом говорили, что мы там не будем допинге. употреблять во время спортивных соревнований и бить соперников по ногам, и прибегать, да, к нечестным средствам. Еще были интересны, значит, молоссы такое племя в древнем мире, заключая договор, кляне Соблюдаева, резали на мелкие куски туши валов. Но что с ними делали потом, остается неизвестным. Это очень похоже на то, что сделал один человек, когда убили его любовницу. Или наложницу. Да? Он разрезал ее на части, и каждый, получивший эту часть, он заключал клятву, что они будут, что они будут воевать на его месте. Да. Значит, у скифов приносили изжатого вала, разрезали мясо на части, сварив их, раскладывали по земле. И шкуру, на которую садился каждый, заложил руки за спину, как если бы они были связаны у него, вот этот человек. Так, дьявол ложил мясо, садился на шкуру, как бы с завязанными руками. Это означало просьбу о помощи. Пока человек сидел таким образом на шкуре, окруженный кусками мяса, его друзья, родственники и всех, кто желал помочь ему, брали в руки по куску мяса, и каждый из них становился правой ногой на шкуру и давал обещание выставить за свой счет столько-то и столько-то воинов, конных или пеших. То пять человек, то десять, а кто и более. А самые бедные говорили только за самих себя. В тибетских трудах до сих пор в некоторых случаях допускается так называемая великая присяга. Присягающий кладет себе на голову священную книгу, садится на стремящуюся шкуру только что убитого вола и проглатывает часть его сердца. У племени Пачева, живущая в том же регионе, торжественный обряд заключения мирного союза состоит в следующем. воины двух сторон собираются, садятся в кружок, где-нибудь в открытом месте, берут длинную веревку и натягивают ее вокруг собравшейся. Свободные концы веревки стягивают узлом. Прежде чем завязать узел, веревка три раза или семь раз проносится по кругу. Затем поднимают веревку над козленком, которого два человека растягивают во всю длину так, что веревка и козленок образуют две параллельные линии. Веревку тащат по кругу, а козленка несут два подростка, необрезанные, то есть бездетные. Последний признак имеет важное значение, так как символизирует бесплодие и смерть без потомства, который в глазах всего племени является величайшим проклятием. И затем этот козленок, что с ним делается? Рассекается. И говорят, если после заключения настоящего договора я сделаю что-нибудь во вред тебе или буду строить против тебя козни, то пусть я буду разорван пополам, как эта веревка и этот козленок. Веревка и козленок рассекаются. Да? Пусть я буду разрезан пополам. И весь кор говорит Аминь. А теперь вспомните, где есть веревка и козленок у евреев? Азазель. Да? Азазель, да? Веревка разрезается и два козла. Один Богу, другой Азазель. И вторая половина веревки привязывается на дверь храма, да? Одна к козлу, другому на дверь храма. И веревка должна была побелеть. И она действительно белела. О чем есть свидетельство людей. То есть, видите, интересно. И веревка и козленок одним ударом ножа рассекаются пополам, а участники договора окропляются брызнувшей кровью. Затем мясо убитого козленка съедают старики, не способные производить детей, а веревка делится между обеими кругами, и каждый из них бережно хранит свою часть, как свою часть договора. То есть, вот интересно, что получается. Значит, вот эти завет рассечения животных, если мы смотрим традиции племен, отмечайте. А. Это заключение договора, союза, да? Заключение договора, союза. Б. Это обещание плодовитости, разрешение от бесплодия, потому что тот, кто нарушал этот договор с разъеченными козленком, он был обречен на бесплодие. И третье, это заключение мира. Значит, заключение договора, да, побратимы. Второе, плодовитость. Третье, заключение мира. Заключение мира с Господом. Как это интересно, видите, для нас. И, когда Авраам совершил эти жертвы, он ел от этих жертв, что-либо? Они-то были жертвы все сожжения, да? Они были сожжены полностью. Число 3, видите, это такое особое число. Ешуа, кстати, 3 года служил на земле, да? И число 3 имеет много символических значений. В том числе и Божью полноту. Три единства. Вот. Горлица и молодой голубь или голубенок. Значит, это еще получается, да? Три вида животных. Горлица, молодой голубенок. И всего, сколько получается видов? Пять. Пять соответствует чему числу книг Торы. Я вам говорю о символическом значении. Можно еще и другие символические привыходить. Хорошо. Все эти животные, видите, бык – это сильное животное, да? И он символизирует что? Силу, да? Агнец это, или ягненок, это символ чего? Покорности. Покорности Богу, да? А козел, вы знаете, есть агнецы и козлища. Есть агнецы и козлы. Козлы, козлы, это бека есть. На иврите, вот это, мелкий рогатый скот бека. Я шучу. Это плоть наша бекает. Она постоянно бекает, вякает, да? Бекает и вякает перед Богом. Вот если козленка, режет, так что он делает? Блеет, да? А если ягненка режет, молчит, да? Ягненок по слушанию. А козел, он что? Брекается. Брекается, когда его режут. Дальше. А птицы, видите, птицы не были рассечены. Голубь символизирует Дух Святой, да? А горница, если? Это горница, это символ народа Израиля, который находится в завете с Господом. Заметьте, что Авраам не рассекал птиц. Он только резал им шею, да? То есть, если животные указывают на плоть, плоть наша должна что быть? Рассечена, да? А что же сделалось с птицей? Птицей это дух, да? И дух наш, должен наш дух рассечен быть? Нет, он должен быть сломлен, потому что птицы отрезали голову, причем эта голова должна быть отрезана таким образом, что на коже она должна была сохраняться. Отрезана, это очень, очень был такой сложный способ отрезания головы. Если там где-то у вас увидите, что там сворачивал головы, это точно неправильный перевод, да? И обламывал крылья. Дух наш должен быть какой? Сломленный перед Богом. Нашу головешку надо убрать, да? И обломать крылья, чтобы не летали куда не надо.